Это программа «Оперативная съемка». Здравствуйте! И сразу к главным новостям недели. На страницы социальных сетей попала весьма некрасивая история с участием чиновников на дорогом авто. Сотрудники поисково-спасательной службы спасли 15-летнего подростка, который отправился посмотреть на горящее судно в акватории Амурского залива. А также сотрудники прокуратуры официально подсчитали средний размер взятки в Приморском крае. Об этих и других новостях в Дайджесте. 30 января поведение сотрудников администрации Приморского края продолжает возмущать горожан. В пятницу на страницы социальных сетей попала весьма некрасивая история с участием чиновников на дорогом авто. А сегодня стали известны новые подробности этого происшествия. Напомним, ленд-крузер с госномером С-033СС влетел впереди идущий автомобиль на русском острове. Крузак протащил из кудик еще на метров 20, да так, что второй врезался в бордюр. По словам пострадавшей стороны, их автомобиль восстановлению не подлежит. Меня возмущает то, что начали обвинять нас, что мы виноваты. Якобы у нас там было пробито колесо, мы петляли, ехали медленно. Приезжают другие, начинают доказывать, показывать нам какие-то следы. Вместо того, чтобы помочь, они говорят, что вы еще виноваты. Машина разбита так, что, скорее всего, восстановление уже не подлежит. Страховая компания говорит, что 400 тысяч – это максимум, что они могут заплатить. Если больше, будем обращаться отсюда, значит, будет администрация, хозяйственное управление, пускай нам дальше поплачет. Примечательно, что автомобиль, учинивший аварию, принадлежит не просто одному из управлений Белого дома, а закреплен за конкретным чиновником, который его возглавляет. Об этом сегодня стало известно очевидцу происшествия Константину Радченко, который рассказал о случившемся в соцсетях. Вот что он пишет на своей странице в Facebook. В автомобиле находился Олег Владимирович Гуменюк, директор государственного бюджетного учреждения хозяйственное управление администрации края. Как раз тот самый чиновник, который и организовывает закупки, о которых ранее писал известный с некоторых пор юрист Алексей Клёцкин в своей статье «Сколько стоит губернатор?». Удивительно, как все сходится. Куда так торопился господин Гуменюк? Впрочем, какая разница куда? Злит, конечно, и печалит за силе наглости, хамства и пофигизма в тусовке власть имущих. Посему придаю эту информацию огласке. 31 января. Автомобилисты устроили драку прямо на проезжей части. Произошло все на улице Суханово. Началось с того, что водитель Тойоты Краун пытался выехать с внутриквартальной дороги на главную, но рулевой Паджеро его не пропустил. На что водитель Крауна отреагировал неадекватно. Он догнал Паджеро и прижал его к обочине, а затем вышел, чтобы проучить оппонента. Но все вышло с точностью да наоборот. Рулевой внедорожника провел серию прямых ударов, а затем швырнул рулевого Крауна на асфальт. После чего зачинщик драки понял, что напарник по спаррингу ему явно не по зубам и решил отступить. 1 февраля сотрудники прокуратуры официально подсчитали, что средний размер взятки в Приморском крае за прошлый год вырос сразу в шесть раз и достиг 340 тысяч рублей. Если говорить более конкретно, то по данным прокуратуры региона сумма выросла с 53 тысяч до 339 тысяч рублей. Больше стало и фактов получения взяток, чем их дачи. 57 случаев против 50. 1 февраля оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о том, что на морской акватории в районе брошенного судна «Еруслан», который отчего-то странным образом загорелся, от основного припая оторвало льдину, на которой находился подросток. Группа спасателей в ходе поисков обнаружила льдину и подростка на ней. Мальчика спасли. Что касается самого злосчастного судна, то его так и никто не взялся тушить. В результате чего на сухогрузе произошла самоликвидация огня. Единственными участниками всего стали зеваки и мародеры. Причем последние безнаказанно занимались расхищением имущества. 2 февраля на суде вновь начался пожар в машинном отделении. На место прибыл отряд пожарных. Сотрудники МЧС попытались пробраться внутрь, чтобы потушить пламя. Однако доступ к машинному отделению оказался закрыт из-за крена. Судно погрузилось в воду на полметра. Полицейская статистика утверждает, что каждый год жертвами мошенников становятся десятки тысяч пожилых людей. Казалось бы, пенсионеры имеют за плечами огромный опыт. Они прошли воочерную приватизацию, систему Мавроди. Однако, когда дело касается близкого человека, то наши родители теряют контроль над разумом и наступают на всем известные грабли. Подробности в сюжете. После этих слов любящие бабушки, дедушки, мама и папа готовы на все. Этими пользуются мошенники. Правда, кто-то не поддается панике и сразу перезванивает родственнику, который якобы попал в беду. А кто-то идет до конца. Здесь действует психологический прием. Когда кто-то говорит «Я твой сын», включается рефлекторная тревога и голос кажется близким. Очень редко, когда люди трезвомыслящие все-таки понимают, что это не сын. А как правило, спрашивают сразу «Костя, это ты?» Говорят «Конечно, это я Костя». То есть жертва делает все сама для того, чтобы быть обманутой. Телефонный звонок от псевдосотрудника полиции на данный момент является одним из основных видов мошенничества. Голос на том конце провода сообщает жертве, что его родственник совершил преступление. Сбил пешехода или у него нашли сверток с запрещенным веществом. И чтобы не возбудили уголовное дело, срочно нужны деньги. Абоненту предлагают передать определенную сумму посреднику. Моей оперативной группой был задержанный ваш сын. У него при себе находился черный пакет. В этом пакете был сверток, в котором находилось наркотическое вещество «Конопля». Вам известно, что это такое? Ну, конечно. Поэтому ему в данный момент инкриминируется статья 307, часть 1, которая влечет за собой в уголовную ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы. Вот сидит слезно просит помочь ему не заводить уголовное дело, не передавать прокуратуру, чтобы дело не дошло за судами, не попал он за решетку. Как-то решить этот вопрос? Ну и что, что? Вы будете ему помогать? Ну, конечно. Конечно, а как же? Ну, смотрите, можно, в принципе, решить этот вопрос, но это будет не бесплатно. За это придется заплатить, чтобы люди закрыли на это глаза, это дело не пошло в тучку. Цена такого вопроса – 1000 долларов. Есть такая сумма у вас? Суммы за невозбуждение уголовного дела или за оплату операции якобы сбитого пешехода, запрашиваемые аферистами, достигают до миллиона рублей. Старики в панике достают припрятанные деньги, опустошают счета, даже умудряются продавать квартиры. Такой спектакль мошенники разыграли перед 91-летней жительницей Владивостока. В порыве помочь внуку женщина собрала все деньги, которые откладывала на похороны. Набралось 95 тысяч рублей. Она передала деньги посреднику и только потом связалась с настоящим внуком. И по словам следователя Екатерины Садон, таких обманов по городу сплошь и рядом. Можно просто взять, положить трубку, набрать номер близкого человека и проверить, так ли это. И находится ли он в полиции или он находится где-то, например, на рыбалке, как вот в последнем случае, когда я расследовала уголовное дело. Матери старушки позвонили мошенники и сообщили о том, что ее сын сбил девушку на дороге. Она лежит в реанимации, врачи борются за ее жизнь. И попросили 230 тысяч на операцию, чтобы облегчить участь ее сына. Старушка, не раздумывая, собрала эти деньги, которые получила от продажи какого-то земельного участка, и которые так были нужны на операцию другому родственнику. Но она, не задумываясь, просто отдала деньги приехавшему молодому человеку. Любопытно, что такие телефонные звонки обычно поступают от заключенных, которые проворачивают аферы прямо из мест лишения свободы. Стоит отметить, что за период 2016 года следователи отдела полиции номер 3 города Владивостока возбудили 293 уголовных дела по различным фактам мошенничества в отношении граждан и организаций России. Общая сумма ущерба составила более 45 миллионов рублей. О хитростях преступного мира и о том, как не стать жертвой мошенников, мы поговорим с начальником отдела по расследованию преступлений, совершаемых на территории отдела полиции номер 3 Следственного управления МВД России по городу Владивостоку, жир Оксаны Владимировны. Оксана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. И вот скажите, пожалуйста, насколько в настоящее время тема мошенничества, ну я так понимаю, становится еще более актуальна, и способы совершения различных мошеннических действий более изощренными. Вот какими методами пользуются мошенники? Вы сейчас самые популярные, перечислите. Ну, в наш век высоких технологий, естественно, мошенники пользуются интернетом при совершении мошенничеств. Это одна из самых актуальных проблем у нас. Это мошенничество с помощью сети интернет, ну и также телефонное мошенничество. Которые также в большом количестве совершаются. Вот телефонные мошенники чаще кому звонят? Вот какая группа людей больше попадает в их уловки? В сети этих мошенников, действительно, это сети, потому что звонки поступают всем категориям граждан, но чаще всего в сети этих мошенников попадают люди пожилого возраста, одинокие люди, которые сразу после звонка, ну, в силу, наверное, возраста, в силу каких-то заболеваний, может быть, имеющихся, не могут сразу оценить ситуацию, впадают в панику, чем пользуются мошенники. И они, так сказать, давят на этого человека до тех пор, пока человек не соглашается им передать эти деньги. И в итоге после этого только понимают о том, что он стал жертвой мошенников и после этого обращается в полицию. А вот что касаемо телефонных звонков, правда, что они поступают, зачастую поступают из мест лишения свободы? То есть люди, которые уже осуждены, проводят такие аферы? Вообще, как правило, звонки осуществляются с номеров, зарегистрированные в других регионах России. И существенно это затрудняет раскрытие преступления и изобличение виновных лиц. Однако есть такие случаи, когда действительно звонки поступают от лиц осужденных и находящихся в местах лишения свободы, причем из других регионов. В таких случаях дела направляются по месту нахождения этих лиц, где расследуются уже по всем эпизодам их преступной деятельности. Вот вы немного ранее уже упомянули, что это одни из видов мошенничества интернет. Люди заказывают какие-то товары. Можно привести примеры, допустим, дел, которые уже расследовали? Ну, с учетом специфики нашего региона, очень много уголовных дел возбуждается именно по факту покупки автозапчастей, либо автомобильного транспорта, в том числе квадроциклов, катеров и прочей техники. Причем, опять же, в сети мошенников попадают жители других регионов, которые, чтобы облегчить себе приобретение товара посредством сети интернет, онлайн переводят. Сначала связываются с потенциальным продавцом, который на самом деле им не является. Они переписываются, им присылают фотографии, счета, договоры, все что угодно. Мошенники очень изощренно и, можно сказать, творчески подходят к этому процессу и вводят человека в заблужение настолько, что человек, даже переведя деньги, еще в течение, может, нескольких месяцев пытаться добиться получения своего товара, не понимая, что его деньги уже давно потрачены мошенникам, и никакого товара человек не получит. Возвращаясь к теме пенсионеров, вот как еще обманывают их? Пенсионеры – самая незащищенная группа нашего населения, поэтому их чаще всего обманывают, представившись, например, проникая в квартиру, представившись с сантехниками, слесарями, учетчиками тепла, воды, и пенсионеры запускают людей, после этого совершается хищение их имущества из квартиры, это уже кража. Обман пенсионеров также происходит и путем получения имени и СМС на телефоны, когда к ним приходит сообщение о том, что их карточка заблокирована, сейчас пенсии пенсионеры получают на карточке, поэтому пенсионеры сразу начинают переживать, что их деньги они не смогут снять, и, естественно, они совершают те манипуляции, которые их просят в СМС-сообщении сделать, и деньги опять же уходят с их счетов, и найти это очень сложно. Хотя по банковским картам у нас отработанная система выявления этих лиц, у нас идет тесное сотрудничество с банками. Да, вот как раз мой следующий вопрос касается, что СМИ пестрят сообщениями о мошенничествах, в результате которых деньги исчезают прямо с банковских карт. Расскажите, насколько часто у нас это в Владивостоке именно происходит? Ну, это одно из наиболее распространенных видов мошенничеств, потому что специфика вообще этих мошенничеств заключается в том, что лицо, совершающее мошенничество, напрямую не контактирует с лицом, в отношении которого совершается мошенничество. Все это происходит онлайн, и человек изначально не догадывается, что его обманывают, потому что на тот телефон, где подключен СМС-банк, приходится СМС-сообщение о том, что карта заблокирована. Естественно, у человека первая реакция узнает, что случилось. И он, не задумываясь, звонит по указанному номеру, опять же, проводит манипуляции, которые от него требуют, и в итоге деньги списываются со счета. Что можно сказать? Можно сказать, чтобы люди не торопились сразу тут же набирать указанный номер. Просто надо проверить счет телефона, счет карты, позвонить именно на телефон оператора, обратиться в телефонную компанию. В общем, не действовать по указанию мошенников, а найти какой-то другой способ проверить, на счету деньги или нет. И вот, насколько я понимаю, жертвой мошенников становится целая организация. Допустим, вот буквально недавно всем известно, что жертвой мошенника стал Банк Приморья. Что касается Банка Приморья, могу сказать, что дело возбуждено расследовать со следственным управлением УВД города Владивостока, следственной частью, которая расследует дела по деятельности организованных преступных групп. Что касается отдела полиции номер 3 и нашего следственного подразделения, то в 2016 году нами было возбуждено 274 уголовных дела по фактам мошенничества. 62 уголовных дела направлено в суд с обвинительным заключением. То есть люди будут осуждены и понесут заслуженное наказание. Суммы ущерба, конечно, очень значительные. По возбужденным делам порядка 35 миллионов рублей ущерб причинен именно в результате мошенничеств. То есть это общая сумма, включая граждан и организации. А насколько реально вычислить мошенников? Ну, как я уже сказала, что касается мошенничеств по банковским картам, в принципе, работа у нас в этом плане налажена. Что касается телефонных мошенничеств, здесь, конечно, более трудоемкая и кропотливая работа. И затрачивается много времени, потому что телефонные звонки осуществляются с других регионов. И, соответственно, уходит больше времени на установление телефонов, а также лиц. Причем лиц установить значительно труднее, потому что сим-карты оформлены, как правило, на подставных лиц, которые даже не знают, с какой целью используется сим-карта. А существует ли какой-нибудь простой и действенный способ, чтобы как-то обезопасить себя от мошенников? Существуют обычные человеческие способы. Это быть более внимательным, более бдительным. Я вот не сказала, что помимо, так сказать, мошенничества технического характера, то есть это телефонные мошенничества и мошенничества в сети интернет, у нас в Владивостоке существуют и старые способы хищения путем обмана, например, гадание на судьбу. В данный момент нашим отделом расследуется уголовное дело в отношении девушки цыганской национальности, которая занималась своим промыслом, гадала и похищала путем обмана у доверчивых женщин ювелирные украшения. А сколько людей пострадало? На данный момент у нас два эпизода преступной деятельности, но я думаю, ее будет больше. Поэтому кто пострадал от действий данной гражданки, можете обращаться в отдел полиции номер 3. А граждане, которые поняли, что вот сейчас они общались с мошенником, допустим, он им позвонил, и вот человек понял, что ему звонит мошенник, после он обращается в полицию и сообщает, что вот сейчас его пытались обмануть и похитить у него определенную сумму денег. Да, граждане к нам обращаются с такими заявлениями, эти заявления также принимаются, рассматриваются, также проводится проверка. Ну, хорошо, что граждане не вовремя спохватились, потому что иногда похищаются очень значительные суммы денег, которые, допустим, пенсионеры копили, ну, можно сказать, всю жизнь. Поэтому, вот, например, было 12 у нас случаев мошеннических действий, предотвращено именно самими потерпевшими, которые вовремя спохватились, вовремя поняли, что их обманывают, но они, однако же сообщили в полицию, что необходимо делать, потому что мошенники на одном случае не остановятся, не обманули одного, обманут другого. И вся информация нам все равно нужна для того, чтобы впоследствии ее проанализировать и изобличить виновных. Оксана Владимировна, спасибо. А я напомню, сегодня мы говорили о хитростях преступного мира и о том, как не стать жертвой мошенников с начальником отдела по расследованию преступлений, совершаемых на территории отдела полиции, номер 3, Следственного управления МВД России по городу Владивостоку, жир Оксаны Владимировной. На сегодня все. До встречи на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин